Состоялось заседание Совета, на котором был рассмотрен новый вариант проекта стратегии социально-экономического развития Азбестовского городского округа. Напомним, что в июле 2018 года проект стратегии был представлен на заседании Совета стратегического развития Свердловской области и успешно прошел защиту. Но, несмотря на это, он не принят городской думой. Тогда Советом было принято решение от 7 мая 2019 года о внесении изменений в стратегию развития города. Глава Азбеста Наталья Тихонова пояснила. По преемственности, конечно, безусловно, сначала разрабатывается стратегия. На основании стратегии формируются целевые показатели и процессы для муниципалитета. И определяется план работы для администрации, структурных подразделений, органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. При отсутствии стратегии Азбестовский городской округ теряет определенные возможности свои по участию в государственных программах. А это значит привлечение дополнительных государственных бюджетных средств на решение злободневных вопросов. Тех вопросов, которые сегодня четко формулируются населением. Отсутствие стратегии фактически дает нам повод сомневаться в перспективах развития территории. По решению Совета о необходимости доработки проекта стратегии в течение трех месяцев было проведено 12 заседаний экспертных советов, в ходе которых рассмотрены все предложения и приняты основные моменты. В рамках заседания был представлен новый вариант разработки стратегии социально-экономического развития. Цель всей стратегии – это улучшение инвестиционной привлекательности Азбестовского городского округа, сохранение и создание новых рабочих мест посредством реализации инвестиционных проектов. Способы и методы решения стратегических задач разбиты на условно-программно-целевые, организационно-управленческие и ресурсные. Реализация действующих и разработка новых муниципальных программ по поддержке инвестиционных проектов начинающих субъектов МСП и действующих предприятий. Необходимо создание условий для привлечения инвесторов. Технологически необходимо осуществление усиления взаимосвязи промышленных предприятий и муниципалитета. Ресурсные предполагают создание частного инвеструального парка для субъектов МСП и вовлечения в бизнес оборот инвестиционных площадок. Глава Азбеста отметила, что... Сегодня мы видим, что уже гарантировать градообразующие предприятия тот оборот, который был в прошлом году, и выпуск, и самое главное, реализацию продукции не может. В связи, я скажу это слово, с постоянными диверсиями, которые осуществляются уже за пределами города. И вот здесь, как раз в стратегии, то эти моменты нужно и прописывать. Если мы принимаем стратегию, скажу так, как есть, бомбить наши предприятия, ну тогда вообще на ноль мы сойдем к 35-му году, на минус ноль. Если мы разрабатываем программу поддержки промышленных предприятий, то, соответственно, здесь вот такой линии в самой стратегии у нас сегодня нет. Своим мнением о представленном проекте поделился депутат Азбестовской городской думы Сергей Ларионов. Мое мнение, что надо максимально быстро принимать то, что есть. Я прекрасно понимаю, что этот документ всего лишь план. Этот план может корректироваться. Он, может быть, по каким-то причинам не будет реализован. В том числе все зависит от активности тех же самых оппонентов. Потому что если финансирование этих оппонентов экономическими конкурентами Фороса, комбината будет усилено, то, скорее всего, наши предприятия, города могут проиграть. Я считаю, что наша задача не допустить этого проигрыша, сделать все, чтобы промышленность города Азбеста развивалась. По принятию нового варианта проекта стратегии социально-экономического развития прошли публичные слушания, целью которого было выявление общественного мнения. Организационный комитет провел регистрацию предложений, вопросов и замечаний, которые были внесены в регламент публичных слушаний для обсуждения. По предлагаемой стратегии в рамках слушаний был представлен вопрос о разделе пространственного развития города, который задал ученик школы номер 24. У меня вопрос. Что вы подразумеваете под понятием «все свободные площадки»? Я хочу услышать конкретные адреса. Просто мне и моей семье кажется, что это, по сути, легализация точечной застройки, от которой отказывается весь цивилизованный мир. Вопрос прокомментировала первый заместитель главы Азбестовского городского округа Лариса Кирьянова. Все зоны, которые застройки у нас предполагаются, мы уже неоднократно их в форме отчета предоставляем. По итогам есть и 2017 года, и 2018 года. То есть это места, микрорайон у нас идет, как заречный. Микрорайон у нас идет, значит, по-моему, Новоокунева, Ставроокунева застройка идет. Мы руководствуемся генеральным планом и застройкой, который у нас действует на территории Азбестовского городского округа. Если есть зоны, где у нас под многоэтажную застройку или малоэтажную, они все определены генеральным планом. В любом случае, внесение изменений в генеральный план, Андрей Александрович, это влечет за собой проведение публичных слушаний, на которых вы также можете активно принять участие. По вашему вопросу, конкретные зоны застройки, какие у нас сегодня определены и есть, в том числе и малоэтажные застройки, мы вам объясним и направим. Кроме того, были озвучены вопросы по капитальному ремонту дорог, ветхого и аварийного жилья, газификации частного сектора, очистных сооружений в районе озера Акунево. Также были рассмотрены предложения, связанные со здравоохранением, ЖКХ, землепользованием. Поступившие вопросы и предложения внесены в протокол. По результатам их рассмотрения будет проведен экспертный совет власти, а гражданам официально будут направлены письменные ответы. За принятие нового варианта проекта стратегии социально-экономического развития было проведено голосование. За проголосовало 99 человек, против 3 человека и 2 человека воздержались. Всего в публичных слушаниях приняли участие 104 человека. Данный проект обязательно пройдет согласование с Министерством экономики Свердловской области, после чего будет направлен в Азбестовскую городскую думу. Более подробную информацию по стратегии социально-экономического развития можно узнать на сайте администрации Азбестовского городского округа или в кабинете номер 3 здания администрации. Ольга Шестакова, Максим Фетисов. Новости ОТВ. Новости ОТВ.